Об этом Вениамин Кондратьев написал в своём микроблоге. Ещё в двух районах – Тимрюкском и Ейском – нашли выброшенные останки заражённых животных. Разгильдяев сейчас ищут. Будут внештатные проверки, будут санитарные блокпосты. Сделаем всё, чтобы зараза больше не расходилась по Кубани. Так что всем хозяйствам лучше быть на чеку. Если найдём АЧС, поголовье уничтожат. Иначе карантин на весь край. Только в ноябре зарегистрировали 10 вспышек вируса. В зоне АЧС находятся 4 района края – Абинский, Красноармейский, Тихорецкий и Павловский. Там самая сложная ситуация на трёх крупных свиноводческих фермах. На селекторном совещании вице-губернатор Андрей Коробко отметил, что руководители многих хозяйств нарушают ветнормы. Это и есть основная причина возникновения чумы. Мы должны, в том числе и ветеринарной службы Росфорховского двора, максимально провести полную контрольную ревизию и не допустить разведения или содержания свинетик в тех личных подсобных хозяйствах, которые не соответствуют федеральным нормам, которые у нас сегодня имеются. Коробко отметил, что ситуация 2012 года не должна повторяться. Тогда на Кубани зарегистрировали более 30 объектов поражения. А убыток составил несколько миллиардов рублей. Но сейчас перед инфекцией, которая поражает 100% поголовья, не устояли предприятия с, казалось бы, высоким уровнем биологической защиты. Очень важный момент. Ревизия свалок. Ревизия территорий, прилегающих к свиноводческим объектам и объектам по переработке. Обследование показывает, что только в районе регистрации АЧС было обнаружено в радиусе 6 километров несколько точек с боинскими отходами. Потому что с населением никто не работает по утилизации биологических отходов. Если сейчас не остановить распространение АЧС, придется вводить в карантин. А это сильно ударит по экономике не только Кубани, но и всей страны. В Роспотребнадзоре страны отмечают, что ситуация может привести к ограничению экспорта сельхозпродукции, в том числе и зерновых.